1 июля стартует международное ралли «Шелковый путь» и 3 июля впервые в истории экипажи приедут и на Алтайскую землю. Как посетить гонки и как такой крупный гоночный этап оказался в Алтайском крае? Об этом сегодня поговорим в студии. У нас в гостях председатель Федерации автоспорта Алтайского края Александр Чернюк. Саш, привет! Добрый день! Ну что, наверное, первый и в твою сторону популярный вопрос. Расскажи про мысли, про создание, так сказать, идеи, чтобы ралли «Шелковый путь» пересек Алтайский край. Знаю, эта история довольно-таки интересная. Да, идея возникла очень давно. И находясь в республике Алтай, весь день проводя в горах, двигаясь в экспедиции на конях, мы с друзьями обсуждали о том, было бы неплохо поучаствовать либо в качестве организационного состава, либо в гоночном команде какой-то, либо в таком международном, большом, огромном ралли. И это огромная история, которая очень близка к нам. И тогда это год назад, больше уже почти два года назад, витал только в мыслях, в облаках. И спустя какое-то время мы знакомимся с дирекцией ралли «Шелковый путь», которые приехали к нам в гости. И таким образом завязалась история о том, что ралли «Шелковый путь» будет проходить по территории Алтайского края. Собственно говоря, мысли материализовались через год. И мы, собственно говоря, сейчас имеем то, что имеем. И гонка приехала к нам. Спецучасток под номером 2 из всей гонки будет проходить именно по нашей территории, по Алтайскому краю. Поэтому говорите мысли вслух, мысли материализуются. А расскажи кратко про сами переговоры с руководством «Шелкового пути». То есть как они проходили? Чтобы было представление. Да, да. Изначально было знакомство на какой-то нейтральной территории. Это у меня в офисе мы сели, обсудили о том, что можно сделать. Поговорили о спутниковых снимках, поговорили о тех набросках, которые ребята уже имеют представление. Они совпали на 99% с моим представлением. И треки пересеклись, совпали. Поэтому здесь вопросов практически не было никаких. И мы буквально сразу, как говорится, с места в карьер начали работать. Буквально на следующий день. Расскажи про маршрут, как выбиралась трасса и почему именно село Расказиха и село Акутиха. Несколько аспектов всегда учитывается при выборе трассы. Это малонаселенные территории должны быть, чтобы у нас было как можно меньше вопросов и с местным населением, и с автомобилями, и со всеми остальными, которые могут помешать и, собственно говоря, повредить весь дух гонки, чтобы она проходила спокойно и прекрасно. Конечно же покрытие. Это должно быть покрытие, которое подходит для ралли. Мы понимаем, что это не трофи, это не дрифт, это не дрэк. То есть покрытие это должно быть свое специальное. Наша трасса подошла как нельзя лучше. Там есть и щебенчатая дорога, и гребеночка, которая под ралли подходит просто идеально. Ну и, конечно же, не обошлось без тех колей и канав в лесном массиве, которые мы предполагаем на нашем спецучастке. Трасса не совсем стандартная для ралли, она не совсем привычная. Если же раллисты привыкли двигаться по песку, они привыкли двигаться по каким-то более-менее ровным участкам дорог и на максимальных скоростях, то наш участок, он такой как изюминка, как вишенка на тортике, и участникам приходится под него подстраиваться. Соответственно, наша трасса может видоизмениться. Если это будет дождь, как последнюю неделю проходил, то она совершенно становится грязная, сложная, большие колеи вносят свои, конечно же, коррективы. Если же трасса остается сухая, то скорости возрастают, и, соответственно, автомобили двигаются с теми скоростями, с которыми должны двигаться. Мы предполагаем среднюю скорость 110 км в час в одном из классов, да, то есть это достаточно большая скорость. И до сих пор многие не понимают, каким образом автомобили могут двигаться по этой местности с такой огромной скоростью. Наверное, когда обычные машины километров 20-30, да, все эти кочки проезжают? Конечно же, мы когда едем в обычной жизни, мы щадим подвеску, мы щадим колеса 20-30-40, то автомобили участников, они рассчитаны на это, ходы подвески очень огромные, и подвеска отрабатывает, конечно же. Соответственно, они могут себе позволить двигаться дальше. Ну и там вопрос не стоит о том, выживет ли подвеска или не выживет, будет амортизатор заменен или не будет. Соответственно, в обычной жизни мы, конечно же, смотрим совершенно по-другому. То есть я правильно понимаю, что к трассе руки не прикладывали, то есть она какая есть? Абсолютно верно. Никаких копытов не было. Абсолютно верно. Единственное, чем мы занимались, это убирали зимние деревья, которые попадали на дорогу. Конечно же, это никаким образом не отражается на спортивной составляющей, поэтому нужно убрать, чтобы участники могли двигаться. Но это небезопасно, как минимум. Расскажи, как проходят гонки, что 1 июля экипажу прибывают в Омск, и как дальше? 1 июля будет открытие в городе Омске, большое, шикарное, помпезное, со своими представлениями, с подиумом, как это должно быть, это мировой уровень. 2 числа начинается первый спецучасток, можете его называть пролог, он пробный, он небольшой, он порядка 80 километров. Он достаточно простой, но в любом случае это спортивный участок, и не стоит забывать про это. Первый участок проезжают спортсмены, они прибывают в город Новосибирск, там у нас первый бивак. После чего спортсмены рано-рано утром, 3 числа, выезжают уже в сторону Алтайского края. И прибывают к нам сюда, ну в районе 10 часов начинают прибывать первые экипажи, это моциклисты будут наверняка. И чуть позже уже будет дан старт первому моциклисту, с разницей в 2 минуты первая десятка пойдет, между классами и 15 минут разница. Ну и соответственно все будут двигаться по трассе с небольшим интервалом друг от друга. Это сделано опять же для безопасности, ну и в принципе ралли так всегда и проходят. Массовый старт, это конечно зрелищно, но не совсем безопасно, поэтому участники двигаются с небольшим интервалом. И конечно же завершают стартовую нумерацию, завершают конечно же наши легендарные грузовики, в том числе наши КамАЗы будут, это будут МАЗы из Беларуси. 18 грузовиков на данный момент заявлено уже в этом классе, поэтому поболеть будет за кого. Все легенды Дакара тоже будут здесь, почти 100 экипажа уже зарегистрированы. Смотри, давай тогда про зрителей поговорим, как им попасть и как успеть от старта приехать на середину трассы, посмотреть этот пролет КамАЗов и на финиш. Возможно это? Это практически невозможно, практически нереально, потому что придется объезжать по Чуйскому тракту, по трассе движение абсолютно запрещено. Даже будет выгрожено бетонными блоками частично, все примыкания дорог, везде стоит судейство, везде стоят посты ДПС, по трассе движение запрещено. Обращаясь к зрителям, которые знают местность, как свои пять пальцев, не пытайтесь срезать, не пытайтесь выехать на трассу. Во-первых, вы просто помешаете участникам и это небезопасно. То есть представьте себе КамАЗ, который двигается со скоростью 150 км в час, то для него обычная Жигули не будет никакой помехой и это просто опасно. Ну и во-вторых, там везде стоят кордоны и вы физически просто не проедете. Просьба не мешать участникам и не омрачать гонку какими-то печальными событиями. Нужно выбрать одну точку, это либо старт в Расказихе, либо финиш в Акутихе, либо промежуточная точка, где автомобиль будет проходить на максимальной скорости, точнее сказать с ограничением 150 км в час. Это поселок Боровлянка. Там тоже будет организована зона СМИ, где будут делаться фото и видеорепортажи. Ну и, соответственно, зрители тоже могут разместиться и, собственно, находиться там на этой точке. Переместиться с одной точки на другую будет катастрофически сложно за такое количество времени. Это придется нарушать все правила дорожного движения, чего я никому не рекомендую никому. Соответственно, выбираем изначально точку, находимся на ней, смотрим и уже потом двигаемся в сторону дома. Переместиться не получится. Известно, что по иностранным СМИ будут ли гости именно СМИ иностранные? Да, конечно же, будут иностранные СМИ. У нас в руководстве гонки очень много французских коллег наших, без них вообще ни одно ралли мирового масштаба не проходит. Соответственно, конечно же, будут СМИ и наши российские, и федеральные СМИ, и, конечно же, иностранные СМИ. Все это будет. СМИ будут как на земле, так и в воздухе, и на вертолете. И гонка будет сниматься со всех точек, со всех ракурсов. Будут спутниковые передатчики, спутниковая связь. Вот все, что можем себе представить, на этой гонке все будет. Ну вот, подсказка для наших зрителей, да, что если по дороге не получится, можно вертолетом успеть с одной точки на другую. Да, но это очень дорого в наше время. Ну, товарищ, надо выбрать, примерно, это 3 июля старт в Рассказчике, примерно в 10 утра, да, он будет? В 10 утра прибывают первые участники, старт будет чуть-чуть попозже, но участники уже будут, уже будет что посмотреть. Во сколько приехать к финишу? Во сколько будет примерно финиш? Да, финиш можно смещать хотя бы на час, часов на 11, можно приехать на 12, то есть вы основную гонку захватите чуть ближе. То есть финиш, конечно же, он будет чуть попозже. Трасса рассчитана на 1,5-2 часа, в зависимости от погоды прохождения. Ну, вот, ориентируйтесь, если гонка будет идти у нас порядка 3-4 часов в старт, то в Акутиху можно приехать часами в 12, ничего не пропустите. Смотри, еще пару вопросов про трассу. Она единая, но классы машин разные, да, насколько она и ралли, мотоциклы и трассы все в равном сходе. От мотоцикла до грузовиков, они все пойдут по одной трассе полностью целиком. Конечно же, в разных классах будут показывать разное время, потому что одна техника едет так, одна совершенно по-другому. Но трасса, конечно же, одна. Были эксперименты, когда ставили несколько трасс, но это очень тяжело и для организаторов тяжело, и для субъекта тяжело все это организовать, сделать. Да и, собственно говоря, это и не требуется. У нас под почвой и под ногами позволяет сделать так, чтобы трасса была одна. Конечно же, она будет одна. Давай поговорим про экипажи. Кто лидеры и каковы шансы Камаз-мастера? Давайте мы будем говорить про лидеров так абстрактно. Абстрактно, конечно. Конечно же, мы все будем болеть за наших, мы все патриоты, мы, конечно же, болеем за российские экипажи, за те экипажи, которые мы знаем, любим, всегда видим и переживаем за них в январе на Дакаре. И, конечно же, будем переживать здесь. Но гонка «Шелковый путь» она непредсказуема совершенно до самого последнего спецучастка. Поскольку можно здесь выиграть три спецучастка по несколько минут, скажем, на территории России, а в песках Монголии проиграть два часа. То есть она совершенно непредсказуема, участников еще ждет марафон. А марафон – это два дня движения без своих техников-механиков. Они ночуют без них, и второй день проезжают тоже без них. Это очень такая трудная штука, трудная история. И проехать ее нужно понимать. Ты здесь можешь выиграть несколько минут, но потерять технику, и, соответственно, нужно немножко сейвиться, ехать. Там уже у каждого включается своя тактика. До последнего спецучастка практически непонятно, кто в лидерах. И неважно, есть два часа преимущества или нет. То есть их можно растерять очень быстро. А если какая-то поломка, машину ремонтируют механики из команды? Самостоятельно. Все, кто присутствует в экипаже, они имеют право заняться ремонтом автомобиля и так далее. А механики, которые ждут на биваке, они ремонтируют, конечно, на биваке уже автомобили. То есть там уже главная цель – довести им эту работу, которую они должны сделать. Но экипаж имеет право своими силами, средствами, теми запчастями, которые есть с собой, и, конечно же, обслуживать свой автомобиль. Это очень сильно касается марафона, потому что им придется собственными силами все это делать. Человек, который просто… Ну, я знаю, что такое ралли, «Шелковый путь» именно. Марафон два дня без остановки. Ладно, КамАЗы, да, у них там есть, грубо говоря, штурман, если правильно называл это, да? Тоже правильно. Тоже правильно, окей. Штурмный ходил, да, это присутствует. Мотоцикл, он же один. Абсолютно. Два дня полностью один без остановки. Если с ним что-то случится, не дай бог, конечно, там, с техникой, это как-то увидится, заметится? Да, конечно, вся техника напичкана приборами. Если автомобиль, не дай бог, переворачивается, это сразу понятно, сигнал передается на спутник, все, у всех ставят спутниковые трекеры. Служба безопасности сразу понимает, что автомобиль перевернулся. Если же одна техника догоняет, один экипаж догоняет другой, и он стоит за барханом при полной остановке, то датчик начинает сигнализировать, что пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, значит, за барханом есть техника, которая находится без движения. Соответственно, экипаж принимает решение не стартовать туда, не глядя. Первые три экипажа вообще обязаны полностью произвести полную остановку и убедиться, что с их коллегой, с их оппонентом все в порядке, полностью целиком. Там специальная система жестов, знаков, сигнализация о том, что да, со мной все в порядке, либо все плохо. И уже от этого зависит, что экипаж делает дальше. Вплоть до того, что экипаж нажимает кнопку SOS, которая тоже расположена на каждой единице техники, и время нейтрализации у него идет, грубо говоря. То есть это время не идет в зачет гонки. Они помогают экипажу, который находится в беде, до тех пор, пока не будет ситуации, что никому ничего не угрожает. То есть здоровью ничего не угрожает, соответственно, все принимают решение двигаться дальше, отжимают кнопку SOS и поехали. С этого момента начинается, опять же, время, которое идет в зачет гонки. Еще один вопрос, возможно, коммерческий. За что борются спортсмены? На самом деле спортсмены борются, многие считают, что борьба идет за какие-то материальные ценности. Они могут присутствовать, могут не присутствовать, вне зависимости от гонки. Будь то первая совдокачка на местном уровне, где-то там кубок села, не важно, будь то чемпионат, кубок субъекта, края, будь то мировая гонка. На самом деле для спортсменов очень важно вот те 10 сантиметров тумбочки, на которой он стоит выше своего оппонента. Это самое главное. А если прилагается к этому материальная часть, конечно, это здорово и прекрасно. Но спорт, он, как и везде этот спорт, чем я выше на тумбочке, тем для меня это лучше. То есть цена победы, она заключается вот в этих сантиметрах. Ну и закончим наш с тобой разговор, да, на такой спортивной ноте. Саш, спасибо тебе за беседу. На этом наше время подходит, к сожалению, к концу. Еще раз. 3 июля зрители ждем на старте ралли «Шелковый путь» в Расказихе, либо на середине трассы на спецучастке в Боровлянке и на финише в селе Акутиха. И верим в победу нашей команды «КамАЗ-Мастер». КамАЗ-Мастер.